Читаем Чехова Антон Павлович Чехов, Унтер-Пришибеев. Читает актер театра и кино Ярослав Андронов. Унтер-офицер Пришибеев. Вы обвиняетесь в том, что 3 сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, Волосного старшину Аляпова, Соцкого Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян, причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным? Пришибеев, сморщенный унтер, с колючим лицом делает руки по швам и отвечает хриплым, придушенным голосом, отчеканивая каждое слово, точно командуя. «Ваш высокородие, господин мировой судья!» Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. «Виновен не я, а все прочие!» И это дело вышло из-за, царствие ему небесное, мертвого трупа. Иду это я третьего числа с женой Анфисой, тихо, благородно смотрю, стоит на берегу куча разного народа людей. «По какому полному праву тут народ собрался?» спрашиваю. «Зачем? Мне что в законе сказано, чтобы народ табуном ходил. Кричу «Разойдись!» Стал расталкивать народ, чтобы расходились по домам, приказал соцкому гнать в за шеи. «Позвольте! Вы ведь не урядник, не староста. Разве это ваше дело народ разгонять?» «Не его, не его, не его!» — слышатся голоса из разных углов камеры. «Житья от него нету, ваше Схродие. Пятнадцать лет от него терпим. Как пришел со службы, так с той поры хоть из села беги, замучил всех!» «Именно так, ваше Схродие!» — говорит свидетель староста. «Всем миром жалимся. Жить с ним никак невозможно. С образами ли ходим, свадьба ли, или, положим, случай какой, везде он кричит, шумит, все порядки вводит. Ребятам уши дерет, за бабами подглядывает, чтоб че не вышло, словно свекор какой. На меднись по избам ходил, приказывал, чтобы песней не пели и чтоб огней не жгли. Закона, говорит, такого нет, чтоб песни петь. «Погодите, погодите, вы еще успеете дать показания!» — говорит мировой. «А теперь пусть Пришибеев продолжает. Продолжайте, Пришибеев!» «Слушаюсь!» — хрипит унтер. «Вы, высокородие, извольте говорить, не мое это дело народ разгонять?» «Хорошо-с! А если беспорядки?» «Нечто можно дозволять, чтоб народ безобразил!» «А где это в законе написано, чтоб народу волю давать?» «Я не могу дозволять. Если я не стану их разгонять да взыскивать, кто же это станет?» «Никто порядков настоящих не знает. Во всем селе только я один, можно сказать, ваше высокородие. Знаю, как обходиться с людями простого звания. И, ваше высокородие, я могу все понимать. «Я не мужик. Я унтер-офицер, отставной каптенармус. Я в Варшаве служил, в штабе-с. А после того, извольте знать, как вчистую вышел, был в пожарных-с. А после того по слабости болезни ушел из пожарных и два года в мужской классической прогимназии в Швейцарах служил. Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому для его же пользы. Ну, взять хоть это дело, к примеру. Разгоняю я народ, а на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. «По какому такому основанию, – спрашиваю, – он тут лежит?» «Но нечто это порядок. Что урядник глядит? Отчего ты, – говорю, – урядник, – начальству знать не даешь?» «Может, это утоплый покойник сам утоп? А может, тут дело Сибирью пахнет? Может, тут уголовное смертоубийство?» «А урядник Жигин никакого внимания, только папирос, курит. Что это, – говорит, – у вас за укащик такой? «Откуда, – говорит, – он у вас такой взялся?» «Не что мы без него, – говорит, – не знаем нашего поведения?» «Стало быть, – говорю, – ты не знаешь, дурак, – этакой, коли тут стоишь и без внимания?» «Я, – говорит, – еще вчера дал знать становому приставу?» «Зачем же, – спрашиваю, – становому приставу? По какой статье свода законов?» «Нешто в таких делах, когда утопшие или удавившие и прочее тому подобное. Нешто в таких делах становой может?» «Тут, – говорю, – дело уголовное, гражданское. Тут, – говорю, – скорей посылать эстафет господину следователю и судьям-с. И первонаперво ты должен, – говорю, – составить акт и послать господину мирового судье. А он, урядник, все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись, – ваше высокородие. Под присягой могу показать. И этот смеялся, и вот этот, и Жигин смеялся. Что, – говорю, – зубья скалите. А урядник и говорит, – мировому, – говорит, – судье такие дела не подсудны. От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, ведь ты это сказывал, – обращается унтер к уряднику Жигину. Сказывал. Все слыхали, как ты это самое при всем простом народе, мировому судье такие дела не подсудны. Все слыхали, как ты это самое. Меня, ваше высокородие, в жар бросило. Я даже срабел весь. Повтори, – говорю, – повтори такой-сякой, что ты сказал. Он опять эти самые слова. Я к нему. Как же, – говорю, – ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты – полицейский урядник, да против власти, а? Да ты, – говорю, – знаешь, что господин мировой судья, ежели пожелают, могут тебя за такие слова в губернское жандармское управление по причине твоего неблагонадежного поведения. Да ты знаешь, – говорю, – куда за такие политические слова тебя угнать может господин мировой судья? А старшина говорит, – мировой, – говорит, – дальше своих пределов ничего обозначить не может. Только малые дела ему подсудны. Так и сказал. Все слышали? Как же, – говорю, – ты смеешь власть уничижать? Ну, – говорю, – со мной не шути шуток, а то дело, брат, плохо. Бывало в Варшаве или когда в Швейцарах был в мужской классической прогимназии, то как заслышу какие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли жандарма. Пойди, – говорю, – сюда, кавалер, и все ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь? Взяло меня зло. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении, и размахнулся, и, конечно, не то чтобы сильно, а так, правильно, полегонечку, чтобы не смел про ваше высокородие такие слова говорить. За старшину урядник вступился. Ну, я, стало быть, и урядника, и пошло. Погорячился, ваше благородие. Ну, да ведь без того нельзя, чтобы не побить. Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело, ежели беспорядок. Позвольте, за непорядками есть кому глядеть. На это есть урядник, староста, соцкий. Уряднику совсем не углядеть. Да урядника не понимает того, что я понимаю. Но поймите, это не ваше дело. Чего-с? Как же это не мое? Чудно-с? Люди безобразят, и это не мое дело. Что ж мне, хвалить их, что ли? Они, вон, жалятся вам, что я песни петь запрещаю. Да что ж хорошего в песнях-то? Вместо того, чтобы делом каким заниматься, а не песни. А еще тоже моду взяли вечера с огнем сидеть. Нужно спать, ложиться, а у них разговоры да смехи. У меня все записано-с. Что у вас записано? Кто с огнем сидит? Пришибеев вынимает из кармана засальную бумажку, надевает очки и читает. Которые крестьяне сидят с огнем. Иван Прохоров, Савва Микифоров, Петр Петров. Солдат к шустрому вдова живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его, Мавра, есть ведьма. По ночам ходит доить чужих коров. — Довольно, — говорит судья и начинает допрашивать свидетелей. Унтер Пришибеев поднимает очки на лоб и с удивлением глядит на Мирового, который, очевидно, не на его стороне. Его выпученные глаза блестят, нос становится ярко-красным. Глядит он на Мирового, на свидетелей и никак не может понять, отчего это Мировой так взволнован и отчего из всех углов камеры слышится то ропот, то сдержанный смех. Непонятен ему и приговор на месяц под арест. — За что? — говорит он, разводя в недоумение руками. — По какому закону? И для него ясно, что мир изменился и что жить на свете уже никак невозможно. Мрачные, унылые мысли овладевают им. Но, выйдя из камеры и увидев мужиков, которые толпятся и говорят о чем-то, он по привычке, с которой уже совладать не может, оттягивает руки по швам и кричит хриплым, сердитым голосом. — Народ, расходись, не толпись по домам! Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Вечернюю программу радио государственной телерадио компании «Волга» продолжает передача «Актуальное интервью». Острая респираторная вирусная инфекция, грипп и новая коронавирусная инфекция COVID-19. Что объединяет все эти три инфекционных заболевания и чем они отличаются друг от друга? И как можно защитить от них себя и своих близких? На эти и многие другие вопросы сегодня нам ответит главный специалист-аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующая Центром здоровья для детей Ульяновской областной детской клинической больницы Анастасия Савинова. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Итак, Анастасия Геннадьевна, давайте сначала разберемся. Вот все эти инфекции – ОРВИ, грипп и COVID-19 – что их объединяет? Прежде всего, их объединяет то, что это группа острых респираторных вирусных инфекций, которые вызывают у человека респираторные вирусные заболевания, симптомами которого являются лихорадка, насморк, кашель. Как происходит инфицирование и кто находится в группе риска? Инфицирование происходит, как любая воздушно-капельная инфекция, передается воздушно-капельным путем от больного к здоровому человеку. Предрасположены к заболеванию – это пожилые люди, это маленькие дети, это беременные женщины, это люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, это сердечно-сосудистые заболевания и лица с ослабленным иммунитетом. Также еще предрасположены люди, которые работают в социуме, то есть, допустим, медицинские учреждения, это учебные учреждения, это заводы, то есть, там, где плотность людей… В закрытых помещениях. В закрытых помещениях очень невысока. Вот там большой риск заражения даже у совершенно здорового человека. Вы сказали, что передается воздушно-капельным путем, то есть, это при чихании и при кашле? При чихании и при кашле. Также контактно-бытовым путем передается через загрязненные предметы. Скажем, если больной покашлял на столешницу, тут же здоровый человек сел, руками прикоснулся, потом он ко рту. То есть, такое заражение также возможно от больного пациента к здоровому. Вы уже упомянули о симптомах, но чуть подробнее о симптомах и проявлениях COVID-19. Симптомы, в общем-то, этой инфекции общие, как при любых респираторно-вирусных инфекциях. Но всё-таки есть отличительные черты. Это очень высокая температура тела, это тяжёлый озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях тошнота, рвота, диарея. В этот сезон были зафиксированы такие симптомы. И самое главное – скорость осложнений нарастает очень стремительно. Вот это отличает от других инфекций. Если, скажем, при ОРВИ, вот как-то стабильно идёт, постепенно нарастает даже, в общем-то, грипп. Ну, есть, конечно, молниеносные формы, но он всё-таки тоже не такой молниеносный, как вот данная инфекция. Сами по себе болезни, конечно, очень неприятные, но ещё неприятнее возможные осложнения от этих болезней. О них тоже расскажите. Среди осложнений, естественно, лидирует вирусная пневмония, причём она развивается настолько быстро, что, в общем-то, за несколько дней может достичь до 70 даже процентов поражения, если делать компьютерную томографию. То есть от 30 до 70 – это очень быстро, в течение 24 часов. Развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Ну, и, естественно, от того, насколько быстро человек обратится за медицинской помощью и начнёт лечение, естественно, скорость выздоровления от этого очень сильно зависит. Итак, как только почувствовали первые симптомы, сразу же надо обращаться к врачу. Что ещё делать необходимо при первых симптомах? Как при любой остро-респираторной вирусной инфекции, режим, он всегда был одинаковый. То есть инструкции, рекомендации. Это постельный режим, это питьевой режим. В данном случае при коронавирусной инфекции желательно больному в семье выделить отдельную комнату и необходимо обеспечить покой, питьевой режим, полноценное питание. Естественно, отдельную посуду. Отдельная посуда, всё это обязательно должно быть. Влажная уборка, проветривание, протирание всех поверхностей. И самое главное, родственники должны соблюдать масочный режим дома. Когда заходят в комнату к больному, обязательно должна одеваться маска. Но это может быть одноразовая, это может быть многоразовая. С соблюдением правил ношения маски. То есть режим и для больного, и для окружающих. Режим профилактики, чтобы не заболеть. А как уберечь себя и своих близких от этих инфекций? То есть как не заболеть острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом и новой коронавирусной инфекцией? Необходимо соблюдать правила гигиены. Часто мыть руки с мылом. Чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства. Гигиена рук вообще это очень важная мера профилактики распространения инфекции. Дело в том, что руки мы часто подносим к рту и можем, в общем-то, не только острую респираторную вирусную инфекцию заработать, но и кишечную инфекцию. И не только кишечную, ещё и глистную инвазию можно заработать. Ну, в общем, гигиена рук – это профилактика очень многих инфекций. Обязательно должна быть дома регулярная чистка и влажная уборка всех поверхностей. И столов, пола. То есть всех поверхностей. Желательно, ну, два раза в сутки обязательно проветривания помещения. Также необходимо соблюдать расстояние. Вирусы передаются от больного человека. Это известный факт. К здоровому, воздушно-капельным путём, при чихании и кашле. Поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее одного метра. То есть метр-полтора метра необходимо находиться от любого человека. Потому что человек может не знать, что он болеет. Допустим, или он переносчиком является, или он только заболел. Поэтому необходимо соблюдать расстояние. Также нужно напрочь забыть о трогании лица руками. То есть нельзя трогать руками глаза, нос и рот. Так как вирус гриппа и коронавирус, они через слизистую глаз проходят, слизистые носоглотки. И тут же начинается сразу репликация, увеличение этого вируса. И происходит заболевание. Обязательно нужно надевать маску и использовать её при выходе в магазин. В общественном транспорте. Да. То есть если вы просто идёте по улице, и вокруг вас нет никого, не нужно носить маску. Маску мы здесь снимаем. Свежий воздух, он вообще полезен. Это увеличение экскурсии грудной клетки. Это повышение иммунитета организма. Всё-таки газообмен и обменные процессы, они должны работать правильно. А при ношении маски, естественно, что у нас уменьшается экскурсия грудной клетки, и кислорода поступает в организм мало, и нарушаются метаболические процессы. Поэтому надеваем маску только в магазине, общественный транспорт. Там, где невозможно соблюдать вот это расстояние полтора метра. Где скучность большая у людей. Ну, это вот всё гигиенические меры. А вообще необходимо, конечно, база – это вести здоровый образ жизни. Поскольку здоровый образ жизни, он повышает сопротивляемость организма к инфекции. Дело в том, что у нас на слизистых оболочках находятся защитные иммуноглобулины. Это гуморальный фактор защиты иммунитета. И когда человек здоров, у него правильное соотношение вот этих защитных иммуноглобулины на слизистых оболочках. И даже если, скажем, находится рядом больной, 90% того, что он не заразится, потому что у него барьерная функция слизистой оболочки находится на высшем уровне. И вирус не может внедриться. То есть, всё зависит от сопротивляемости организма. Что такое здоровый образ жизни? ЗОЖ – это значит… Не употреблять алкоголь, не курить табачные изделия и заниматься спортом. Вот ЗОЖ сейчас молодёжь путает со спортивным образом жизни. То есть, они уходят глубоко в спорт, перестают правильно питаться. Они переходят на вегетарианство многие, потому что считают, что мясо – это зашлаковывание организма. То есть, они немножечко в другую сторону уходят. И ввиду вот такого образа жизни происходит гиперреакция иммунной системы. Это тоже очень плохо. Уже доказаны случаи, что тяжело переносят лица с гипериммунитетом новую коронавирусную инфекцию, так как там начинается очень сильный шквал иммунных клеток, и в организме развивается буквально катастрофа. Так что же здоровый образ жизни такое? Это правильный режим бодрствования, полноценный сон. Всегда напоминаю, что дети должны спать 8-10 часов, подростки 9 должны часов спать. И для нормального функционирования иммунной системы взрослому 7 часов обязательно должно быть полного сна. А не так, как у нас сейчас происходит, в 12 часов спать ложатся, а в 5 утра встают. То есть недосыпание приводит к тому, что иммунная система сбивается, и выработка клеток иммунной защиты не происходит в достаточной мере, чтобы организм защитить. Поэтому необходимо соблюдать правильный сон и дневное время бодрствования. Также правильное питание. Правильное питание – это вот не так, как сейчас многие рекламируют, там есть устрицы мидии. Тоже вот новое веяние пошло, да. Безусловно, морепродукты полезные, но нужно обязательно кратность приёма, калории высчитывать. В зависимости от того, в каком ритме жизни вы живёте, вы, в общем-то, можете очень легко сейчас на продуктах всех пишут, сколько калорий. То есть вы должны на сутки разделить завтрак, обед, полдник, ужин. Не должно быть так, что человек весь день ест, что-то жуёт, особенно фастфуды. Обязательно и супы должны быть, и каши в рационе. То есть питание должно быть разнообразное. Также физическая активность тоже имеет место быть. Человек здоровый должен проходить в сутки не менее 10 тысяч шагов. Физическая активность, она влияет на обменные процессы и также на сопротивляемость организму. То есть если человек будет мало двигаться, нарушаться, начнёт обмен веществ, и пойдут метаболические нарушения, это снизит сопротивляемость организма. То есть вот все эти факторы – сон, режим питания, физическая активность – это всё выливается в наш иммунитет. И он будет крепкий, если соблюдать, собственно, все правила. Существует профилактика ещё с помощью лекарственных препаратов, но самим не нужно самолечением заниматься. Необходимо на консультацию сходить к аллергологу-иммунологу, который на основании анализов может выписать профилактический приём препаратов. Например, пациентам, которые в группе риска, часто болеющие дети, дети с аллергическими заболеваниями. Осенний сейчас период начинается, когда будет сырость, влажность. Сейчас сезонный подъём начнётся острых респираторных вирусных инфекций, и желательно получить консультацию аллерголога-иммунолога, как нам профилактироваться, какими можно препаратами, какими нельзя, чтобы не навредить иммунной системе. Именно аллерголог-иммунолог подскажет индивидуально, что можно именно конкретно вам, вашему ребёнку. И не нанесёт катастрофического вреда иммунитету. Вы уже сегодня упомянули о том, где надо носить маски, но ещё несколько слов хотелось бы, чтобы вы сказали о том, как правильно носить маску, потому что я обратил внимание, у нас многие люди носят маски, но одни закрывают только рот, другие закрывают всё лицо и рот и нос. А как правильно? Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно носить маску. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. При снятии стараться не касаться поверхности маски. Но если же вы её коснулись, необходимо тщательно вымыть руки с мылом или спиртовым средством, или санитайзером. Если маска одноразовая, вы её выбрасываете. Если маска многоразовая, то, естественно, её необходимо обрабатывать. Если марлевые тряпочные маски, то они кипятятся, стираются с мылом обязательно. Если там респиратор, то есть инструкция по уходу за респиратором, каким спиртом обрабатывается. Это уже всё индивидуально. Сейчас настолько большой выбор вот этих вот масок-респираторов, масок-фильтров, которые состоят из определённой ткани, которые, естественно, не моются горячей водой, как маски, которые стирают, обрабатывают, а обрабатываются спиртовым раствором. И всё это, естественно, согласно инструкции, нужно правильно обрабатывать. То есть читайте инструкцию и соблюдайте её. И соблюдайте. Если вы приобрели именно респиратор, маску нетряпочную и неодноразовую у вас. После снятия маски необходимо тщательно вымыть руки. Маска, ещё раз напомню, уместна, если вы находитесь в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Но она нецелесообразна на свежем, открытом воздухе. Хотелось бы отдельно сказать, что неприемлемо одевать маску на рот. Самое главное – это нам защитить носовые ходы. Мы же вдыхаем вот эти частицы. Носом? Носом. А у нас люди как раз нос открывают, а рот закрывают. То есть от такого ношения маски никакого? Толку никакого. Это только профанация получается, чтобы пройти в магазин. Неважно как, вот маска же нам не одета. Но профилактика прежде всего зависит от вас. Сейчас начинается период вакцинации от гриппа. Но можно ли делать прививки во время ещё продолжающейся пандемии COVID-19? Конечно, можно и даже нужно. Грипп у нас тоже никто не отменял. И сезонный подъём этого заболевания тоже будет. И профилактика гриппа, конечно, нужно проводить. Ещё раз напомню, каким категориям. Это у нас дети, посещающие дошкольные учреждения. Это школьники, медработники, люди, работающие в социальном коллективе. Но это вот и школы, детские сады, заводы. То есть там, где большое скопление людей, где организованные группы людей, обязательно вакцинироваться нужно. Также желательно пожилым людям вакцинироваться, так как риск на заражение очень большой. А самое тяжёлое возникновение осложнений в виде вирусных пневмоний, которые очень тяжело поддаются лечению. И что дети маленькие, что пожилые люди. У них иммунная система устроена таким образом, что они подвержены больше всего. И у них низкая сопротивляемость к инфекции. И, соответственно, по вакцинации, хотелось бы сказать, с этим склонным к аллергии. К сожалению, ко мне в последнее время очень много пациентов обратилось с такими жалобами, что напишите, пожалуйста, медицинский отвод. Мне от вакцинации вообще вот прям на год, потому что у нас аллергия пищевая, допустим, на молоко или там ещё что-то. То есть вот мне нужен медицинский отвод. От прививки. От прививки вообще любой. На что я даю всегда чёткий ответ. Вакцинация противопоказана в том случае, когда имеются клинические проявления, когда данные лабораторные говорят о том, что у ребёнка обострение. То есть вот в период обострения это единственное противопоказание. Ну, также непереносимость определённых компонентов вакцины. Наверное, даже можно сказать, что есть показания и противопоказания к вакцинации. И я чётко всегда говорю, что в период ремиссии вакцинация вам показана. Тем более, эта группа пациентов всё-таки немножечко с другим иммунным ответом, для которых будет критичным, если они вдруг заболеют, так как у них имеются аллергические заболевания, и они могут давать перекрёстные аллергии на лекарственные препараты, что затруднит, в общем-то, потом лечение данного пациента, хоть взрослого, хоть ребёнка. И единственное противопоказание – это в данный момент болезнь человека или обострение хронического заболевания. Больше противопоказаний нет. Даже показания, наоборот. Другое дело в том, что нужно подготовить этого ребёнка. Всегда советы пациентам я даю, рекомендую, как им подготовиться заранее. И вот ответственные родители, они всегда накануне вакцинации подходят, они даже приносят анализы и спрашивают доктор, подскажите, пожалуйста, вот нам сейчас можно вакцинироваться или нет, или как подготовиться, потому что вот у нас вот такое хроническое заболевание, тут вот у нас вот такое, вот и тут вот такое. И тут по индивидуальному решению для каждого пациента противопоказаний нет. О мерах профилактики вирусных инфекций мы сегодня уже говорили, но мне кажется, надо повторить. Коротко подвести можно итог. Чтобы наши радиослушатели это запомнили и эти меры выполняли. Необходимо соблюдать гигиену рук обязательно, гигиену в помещениях, соблюдать расстояние между людьми, вести здоровый образ жизни, о котором мы уже говорили. Это правильно рациональное питание, сон и бодрствование. Это физическая активность. И защищать органы дыхания с помощью медицинской маски. Вы слушали программу «Актуальное интервью», в которой сегодня о профилактике всей группы острых респираторных заболеваний мы говорили с главным специалистом, аллергологом-иммунологом Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующей Центром здоровья для детей Ульяновской областной детской клинической больницы Анастасией Савиновой. Над передачей работали звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюняев. Всего вам доброго и до новых встреч!